Друзья, всем большой привет! И в этом видео я покажу вам, где достать очень дешево, практически за копейки, классные и мощные неодимовые магниты в количестве 60 штук. Кому интересно, устраивайтесь поудобнее. Всем приятного просмотра! Для тех, кто не знает, неодимовые магниты это очень мощные магниты. Не дешевые, если их покупать в магазине. И применяемость у них просто огромная, в разных сферах. По размерам, в моем случае, магниты получаются 11 мм, шириной и длиной 20 мм. И толщиной 2,5 мм. Многие применяют неодимовые магниты для остановки разного вида приборов учета, что не рекомендую делать, так как это противозаконно. И так далее. Итак, перейдем к делу. Где же достать сразу 60 вот таких вот неодимовых магнитов за копейки? На самом деле, друзья, все очень просто. Я зашел в Авито и купил за 500 рублей поломанный гироскутер. Вот, в принципе, и все. Сейчас я вам скажу, где у него находятся неодимовые магниты. Также, помимо 60 неодимовых магнитов, здесь можно извлечь 4 хороших подшипника 202 номера, которые подходят для садовых тележек. Все, что нужно, друзья, это разобрать гироскутер, снять колеса и разобрать их. Вот как в моем случае. Так как магниты очень мощные, их очень тяжело вот так вот отделять. Вот, смотрите. С внутренней стороны проклеены вот эти магниты. На каждом колесе их идет ровно 30 штук. И, как я говорил, вот они, 202-е подшипники. Он установлен вот с этой стороны и установлен вон там вот, за вот этим якорем. Все, получается, их снимаешь и имеешь 4 подшипника с гироскутера. Сейчас один подшипник вот такой вот стоит порядка, наверное, 200 рублей. А то, если он все хорошего качества, и то дороже обойдется. Помимо вот таких вот магнитов и подшипников, в гироскутере с вот этих вот колес можно извлечь по 8 болтов из нержавеющей стали. То есть, очень качественные болты под шестиграничек. Получается в общей сложности 16 штук. Итак, возвращаемся к магнитам. И сейчас я покажу, как их отсюда извлекать, так как они здесь приклеены. Прежде чем начинать отколупывать магниты, их можно прогреть обычным электрофеном. Также хочу вас предупредить, с нагревом не переусердствуйте, так как магниты могут потерять свое свойство. Нагревать без фанатизма. И все, после нагрева вставляем ножик. Очень аккуратно стучим по рукоятке. Все, один магнит отклеился. Вот, на этой стороне вы можете наблюдать следы клея. Таким же способом отклеиваем все остальные магниты. Итак, друзья, вот я магниты извлек. Некоторые, конечно, сломались, но основная часть осталась целой. Если, конечно, руку набить, то можно ни одного не сломать. Теперь остается извлечь вот этот вот подшипник отсюда. А как же это сделать, если нет съемника? Все очень просто. Берем вот такую канцелярскую прищепку, извлекаем из нее вот эту вот ручку. Далее вставляем ручку вот сюда. Все, как вы видите, произошел зацеп. Она своими ножками зацепилась изнутри за магнит. Там, видите, есть пространство небольшое. И все, при помощи отвертки, легким движением извлекаем подшипник. Кстати, если вы хотите знать, как я применяю гироскутеры с рабочими мотор-колесами, ссылку на мое видео я оставлю в описании. Как я изготовил из старого гироскутера грузовой электровелосипед. Довольно мощный. Сам не ожидал, что так получится. Так что, друзья, кому интересно, переходите, смотрите. Ну, а на сегодня все. Спасибо большое за просмотр. Всем добра, удачи, успехов. Надеюсь, был вам полезен. Пока-пока.